Продолжение следует... Сейчас правонарушители будут доставлены в управление внутренних дел по Ленинскому району для составления протоколов по административным правонарушениям. Продавцы не смогли предъявить никаких документов на товар. А торговлю объяснили вынужденной мерой, так как на точке в Москве, где они хотели реализовать арбузы, дыни и другие фрукты и ягоды, не было свободного места. Два-три дня здесь просто так стоял товар, шпот, машина за это вот здесь. Кроме того, неподалеку от места стоянки «Газели» в кустах были обнаружены залежи мусора, в основном старые коробки. Возможно, именно в них хранились фрукты, проданные ранее. Мониторинг нелегальных точек торговли проходит в ежедневном режиме, и свежая информация о нарушениях быстро появляется у представителей рабочей группы. В разных частях города можно встретить нестационарные торговые объекты, но чтобы осуществлять торговлю легально в специально отведенных для этого местах, предприниматель должен оформить все необходимые документы. Если кто-то предприниматель хочет работать на нашей территории, он до начала сезона подает документы, администрация района, различные заявления, мы прикладываем все данные и адрес торговой точки, где он хочет разместить. Мы уже рассматриваем по заявлению, по его документам и даем, естественно, согласование. Рейды по ликвидации стихийной торговли будут проходить в Ленинском районе до конца осени. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ.